разборка и чистка bluetooth мышки logitech m170 она у меня уже наверно три-четыре года прекрасно работает никаких к ней претензий нету вот для масштаба маленькая аккуратненькая никаких претензий по работе нет батарейку может быть пару раз менял может один раз не помню но наверно два все-таки все хорошо но потом через какое-то время через несколько лет появилась проблема левая правая кнопка левая кнопка правая кнопка работают прокрутка работает вот нажатие не работает сейчас она щелкает то что я уже почистил делаю ролик после не работает во многих программах например автокаде в на накаде очень иногда очень надо нажать чертеж перетянуть там еще что-то стало очень некомфортно я решил либо ее поменять поменять не хочется очень удобная уже он все потертая такая прекрасно работает либо попробовать ее как-то восстановить для чего делаю ролик для того чтобы показать как ее разобрать как почистить чтобы вы не проходили тот путь который проходил я хорошо меня отец всегда говорит техника любит ласку надо аккуратненько чем ласковее с техникой тем внимательнее она к тебе поэтому я при первой разборке когда изучал как это все делается я нигде ничего не сломал но я думаю что многие пламать вот он прекрасный мой наборчик кстати рекомендую прям замечательный так часто выручает меня если что вот найдете где-нибудь в поиске значит мне сейчас нужна самая большая плоская отвертка собираю и краткий обзор из чего состоит мышка верхняя крышка она же кнопки правая левая корпус нижняя крышка закрывающая доступ к батарейки внутри плата со своими механизмами значит первое что выключаю мышку убираю батарейку вообще с техникой когда с такой работаешь желательно всякая статическая электричество себя снять на что-то металлическое потрогать есть теперь самое главное верхняя крышка корпусу держится 1 2 тремя защелками причем вот эта третья она на самом деле ничего не держит то есть вот этими двумя защелками сейчас попробую сегодня вот наверно видно вот они одна защелка там другая она состоит из стоечки и зацепика стоечка ближе к краю корпуса зацеп ближе к центру корпуса также здесь стоечка ближе к краю корпуса зацеп ближе к центру корпуса нам надо давить причем без фанатизма любя как любимую женщину давить и вывести зацеп давить надо не ближе к краю корпуса от этой конструкции которую я говорил стойка плюс зацеп а дальше корпуса не сюда а вот сюда просто давим зацеп вышел это плохо видно но вот уже один край отошел точно также здесь не ближе к краю корпуса а ближе к центру корпуса назовили верхняя крышка одна же она же кнопки это что было первое вот она кнопка которая на которую нажимает колесико она сейчас чистая здесь кстати если у вас два года три года мышки я вам я вас уверяю что здесь куча мусора будет эта кнопка просто была забита пылью туда даже надавить не могла мышка колесико я так более-менее почистил неудобно туда залазит почистил а потом обратил внимание кнопка все равно не работала должным образом колесико вот вырез платы там некая полость между корпусом и колесико вот там был мощный миллиметр четыре наверное такой войлочный пучок из домашней пыли из каких-то мусоринок там чего-то такого то есть колесико просто тупо не могло надавливаться значит надо разбирать снимать плату плата держится на двух защелках именно в моей мышке как-то эти защелки не очень хорошо держит вашей может быть будут лучше одного маленького крестового винта и плюс как зацепы контакты на батарейку что мы делаем берем самую маленькую крестовую насадку вот она она меняем аккуратненько еще раз пометуя что техника любит ласку не силу ласку болтик есть винтик опять меняю на самую большую плоскую насадку как я делаю делал я сначала значит вот здесь цеплял этот контакт она же пружинка освобождал ее его плюсовой контакт тоже доставал из гнезда чтобы он был свободен и вот теперь зацепы конечно надо это двинуть но вот у меня они в принципе ничего и не держит вот это вообще ничего не держит тут главная задача аккуратно достать не сломав плату не повредив какие-то контакты и так далее вот есть на что хочу обратить внимание вот видите отверстие это для кнопки первое колесико держится только в одном месте вот когда я это все снял вот в этом месте под колесиком а точнее вот здесь вот где дырка отверстие в платье прямоугольная в этом месте вот этот валик ну миллиметра 4 как войлок был что я значит сделал я всю плату в ваткой со спиртом почистил со всех сторон вот здесь много было намотано каких-то волосинок причем таких микроскопических я даже не знаю не человеческий волос а просто домашняя пыль вот она кнопка она у меня осталась но она иногда при снятии подходит она держится здесь просто за счет силы трения допустим она отошла когда вы разбирали плату ставим ее обратно проверяем чтобы четкие щелчки были не забываем что здесь никакой защелки нет тут просто за счет силы трения то есть еще раз сняли все почистили корпуса кнопки все 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 платы далее спирту высохнуть собираем обратно сборка обратно в обратной проследовательности ставим кнопку тут надо ну как-то приноровиться вот она встала на свое место и когда мы ее вкл-выкл делаем включаем выключаем четко ощущается тактильно эти два положения дальше ставим на место колесико есть колесико тоже надо придирать немножко чтобы она не отскочила время обратной установки и ставим на место так пусть пока так постоит смотрим кнопка на месте устанавливаем на свое место плату и одновременно контакты для батарейки есть все встал нет это не стало вот стал и до щелчка все главная сборка произведена теперь надо все закрепить здесь проверить можно немножко пружинку оттянуть все хорошо закручиваем винт меняем на самый маленький крест вот он винтик не забываем что техника любит ласку нашли резьбу закрутили еще раз проверили все нормально все в порядке дальше ставим верхнюю крышку она же кнопки обратите внимание вот два зацепа вот они два зацепа начинать надо с них ставим эти два зацепа они встали на свое штатное место после этого просто защелкиваем все сейчас значит ставим батарейку потому что здесь висит попка батарейку ставим соблюдаем полярность ставим нижнюю крышку я бы вам конечно рекомендовал до установки верхней крышки тем более нижней сначала включить компьютер и проверить я просто уже знаю что все нормально а вдруг у что-то там не так чтобы опять все не разбирать без установленной верхней крышки естественно нижней поставить батарейку включить включить компьютер и посмотреть работает не работает если не работает может где-то что-то там не четко встала не села на свое место потом уже собирать вот сейчас она мне в положении он включена значит центральная кнопка четко щелкает правая четко щелкает левая четко щелкает прокрутка тактильно четко ощущается все в порядке значит еще раз беспроводная мышка logitech м 170 не знаю будет видно и где в каком положении будет видно я так повожу какая-то другая модель возможно будет разбираться как-то по-другому но принцип я думаю понятен просто надо посмотреть может где-то кроме защелок будет винты будут винты можно же защелок больше то есть внешне внимательный осмотр очень многое значит не спешите срывать вот эти ножки почти никогда здесь не бывает винтиков не спешите в самом крайнем случае logitech м 170 а